Алина, скажите, пожалуйста, в чем состоит проблема? Чем возмущены жильцы? Почему сегодня собрались? У нас две очень серьезные проблемы, жалобы и возмущения. Первое – это проход к остановке, полностью заставлен мафами, через которые пройти просто невозможно. И второе – это киоски вдоль дома, которые работают незаконно. У нас есть все документы от исполкома, от всех нужных инстанций, даже от горсети. О том, что у них нет питания, нет ни земельного отвода, нет ничего. Есть постановление от 2014 года о демонтаже. И в исполнительной власти нам разводят руками, говорят, вот кто вам обещал, кто вам подписывал, пусть и сносят. А мы к этой старой власти не имеем отношения. Хотя люди те же, партия другая. Это вы будете рассказывать, допустим, 5 метров от проезжей части. Смотрите, 5 метров от проезжей части. Женщина, не любите. Смотрите, 5 метров... Да, 5 метров от проезжей части я точно сказать не могу, но если на глаз, я думаю, что да. И так же само 30 метров от дома точно так же они стоят. Поэтому я не вижу ни в чем нарушений. Елена Ивановна, я живу вот в 15-м доме, у меня выходят сюда окна. Плюс мне приходится переходить дорогу здесь, мне приходится ходить по этому тротуару, если мне позволяют это сделать. Потому что обычно машины с товаром и машины хозяев киосков нам не всегда позволяют пройти. Или по газону, или никак. Вплоть до того, что даже машинами толкают и сбивают сном. Вот я скажу в сфері порушения правил дорожнього руху. Есть водители, которые считают, что они порушили незначную сумму штрафов. Они раз, заплатят два. Но когда мы щодня их штрафуем, на 5-6 день они понимают, что это не прекратится. Мы будем выявлять эти правила порушения. И они перестают порушивать. Какие у них остатки там не были. Так же и тут. Людина рано или поздно перестанет. Вы телефонуйте. Мы же реагуем. Мы же приезжаем на выклик. И реагуем на это. Беременко Анна Владимировна. Живу в 56-м доме. Меня интересует не как проживающую 15-го дома, а как всех жителей нашего массива. Очень оживленный участок. Сюда люди идут на рынок, в Арус, в школу, в детский сад. Идут с маленькими детками, со школьниками, с колясками. Ни зрительно, ни по нормальному тротуару не пройти. Сейчас вот видно, где тут находится пешеходный переход. И где святый форт. Куда идти людям? Возле нашего дома 9 магазинов. Зачем еще 10 киосков поставили? Значит, они требуют спроса. Если бы спроса нет, они закроют. Они не дают. Вот они закроют. Это тот, кто заинтересован, который смылся. Вот она говорит, девушка. Кто вы такой вообще? А вы знаете, что это? Это общественный. Это общественный. Это вы с той стороны, которая заинтересовалась. Я общественник, я не предприниматель. Вы слушаете меня? У нас был спорный вопрос по поводу локации на Тополе. Жители инициировали встречу. Пришел депутат районный. И сказал, что здесь ларьки находятся в полной антисанитарии. Они мешают жителям. Споры возникли достаточно большие в группе по поводу так это или не так. Для принятия объективного решения мы приняли решение встретиться здесь с жителями и предпринимателями. И посмотреть на самом деле, что здесь находится. Ближе быть. Увидели действительно, что наше решение можно изменить. Часть ларьков, которые здесь есть, действительно находятся в ужасном состоянии и мешают жителям. И мы готовы их убрать. Но и часть ларьков, нельзя все под одну гребенку. И часть ларьков на самом деле находятся в нормальном состоянии. И судя по покупкам в этих ларьках, никому не мешают. Здравствуйте. Местный депутат Сергей Хрущ. Вот 15 дом. Тополь-1. Это микрорайон. Здесь меня избрали депутатом. В начале этого года люди обратились с конкретным вопросом. Что делать с вот этими киосками, которые мы видим вокруг, вдоль пешеходной дорожки. Что делать с перегороженным переходом. Остановкой, которая тоже превратилась в такой раскидной киоск. Был даже человек, три губов, заступный к департаменту, по-моему, который подписал это решение. Он его узнал. На прямой вопрос, что предполагает это решение? Ну, ответ простой. Демонтаж. Ну, и начались разговоры, что помешало тогда сделать. Не было милиции явки, не было там какого-то паука. Но сейчас-то у вас все есть. Вы новая власть. Проявите волю. Вот о чем мы попросили. И услышьте людей.